После астрономичного дня веснового равноденства 22-го саковика в Беларуси отзначают христианское народное свято 40-ти и 40-ти. Верники ушановывают память 40 севастийских покутников и все разом кличут птушек и сустрекают весну. Стародавний брат мае свои особливости на Крычущине. Наша здымочная группа отзначила 40-ти у агрогородку Костюшковичи. З будинка сельского дома культуры у Костюшковичах выходит процессия жанчин. Это местовые жахарки, до которых долучились артисты с Крычева и старшоклассники сельской школы. На сустреч весне самое великое древо у вёсцы упрыгоживают яркими стушками, небыто весновыми колерами и так само пирожками-жавороночками. Прилетела в тушка замора и принесла до нас три радости. Первая радость – весна красна. Другая радость – сподня воде. Третья радость – червоное лето. У Крычевским обрадзе 40-го есть своя отметность. Вокол обрадового древа обовязково катают весновое коло. Коло символизует очищение от бедыня счастья в зиму и обнову до весны. После того, как коло прокатали, можно танчить и водить караходы. Этот обряд был с покон веков в Костюшковичах проведен. Всегда по этому обряду бабушки определяли, какая будет весна. Солнечная, либо холодная. Лето всегда было жаркое после 40-х. Селяне казали, что на сороки день с ночь умирается. Зима заканчивается, весна починается. Продвестниками весны, конечно, личится же у руки. Алина сороки, поводля поверьев, с замора пролетали 40 видов птушек. Зима должна быть с хорошими снегами, чтобы было полноводие, чтобы урожай был хороший. Вот такая вот весна должна быть у сельского человека. Когда тепло будет? Тепло будет, мы ж сороки птушечек позвали и в весну будем встречать. Весна скоро будет. У сороков свои прикметы. И кто побачит на сороки, птушины вырой у небе, будешь счастливым. С весной!